Сколько времени статисту предстоит провести в снегу неизвестно, поэтому в сугроб человека закапывают с максимальным удобством. Его задача лежать тихо и не подавать признаков жизни. Задача собаки – обнаружить условного потеряшку в максимально короткие сроки. Снег в данной ситуации только усложняет задачу. Проводить поиски в таких условиях четвероногому спасателю гораздо сложнее. Кроме того, и статист, и собака абсолютно не знакомы друг с другом. Мы стараемся еженедельно проводить тренировки различной направленности. Иногда это закапывание под снег, иногда это просто игровые мероприятия, чтобы собака почувствовала какой-то драйв и азарт. Летом мы прячемся в густой растительности, что тоже не всегда легко для собаки. Очень сложно передвигаться по густым каким-то зарослям. На этих тренировках собаки-спасатели Маха и Арчи не только находили пострадавших под снегом. По легенде учений, люди потерялись в лесу и залезли на деревья. Особенностью занятий стала обстановка, максимально приближенная к реальным условиям поисковых работ. Поэтому собакам оказалось легче, чем людям выполнить поставленную задачу. Нет, не страшно. Очень приятно, когда находит. Единственный момент, что не было паники, но очень часто и глубоко дышало. Ну, как-то я сама себе не могла объяснить, почему. Ну, очень здорово. То есть, это ощущение, когда тебя находят и когда начинают копать. И ты понимаешь, что вот-вот тебя сейчас найдут и находят, начинают гавкаться и радоваться. Ну, очень приятно. Чтобы четвероногие спасатели всегда были в отличной физической и психологической форме, им необходимы постоянные тренировки и живое общение с людьми. А от кинологов требуется особый подход к каждому животному. Маха-лабрадор. Это порода собак. Очень любит купаться. Специально для Махи человека могут спрятать недалеко от водоема, чтобы проверить, насколько выдрессирована собака. Если будет искать человека, получит лакомство. Побежит купаться. Кинологи продолжат тренировку. Можете жестко работать с собакой? Да. Она будет очень... Она будет реально... Она будет вот так вот лезть. Прям вот лезть. Прям вот 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 вот. Важным моментом является правильное поведение собаки при обнаружении пострадавшего. Ведь трогать его нельзя. Нужно как можно дольше и громче лаять. Тяжело в учении, легко в бою подводят итоги сотрудники МЧС. В условиях реального поиска после таких тренировок и спасатели, и собаки работают гораздо эффективнее. Светлана Садовая. Новости на восьмом.